Услышать то, что нельзя увидеть. Во Владимире прошел первый кинопоказ с тифлокомментированием, то есть кратким описанием того, что происходит на экране. Это позволяет людям с ограниченными возможностями зрения уловить все детали кинофильма. Проект реализовали преподаватели и студенты Центра инклюзивного образования Гуманитарного института в ЛГУ. Мы это делали по собственной инициативе, пока еще не на профессиональной студии, но задействовали все возможные современные технические средства. Реплики тифлокомментатора, они вклиниваются между репликами актеров для того, чтобы не мешать восприятию информации на слух. Незрячий человек, он может как и зрячий воспринимать все это на слух. И зрячему человеку будет очень интересно. На самом деле хочу работать тифлопедагогом. Учусь в магистратуре, и как раз специальность у меня в сопровождении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Я приобретаю для себя новый опыт. Мне это очень все интересно. В команде в ЛГУ были как зрячие, так и незрячие. Психологи, филологи, звукорежиссеры, волонтеры. Валентина лучшего студентка второго курса факультета психологии. Именно она выступила в качестве тифлокомментатора в этом проекте. Да, было сложно на первых порах. Очень много раз переписывали записи. То есть мы нарезали фрагменты фильма на маленькие части, и для них записывали отдельно аудиодорожки. Затем уже происходило склеивание фильма. В нашей стране тифлокомментирование появилось еще в 1978 году. Первый такой фильм показали в московском кинотеатре «Буревестник». Им стала Клеопатра с участием звезды американского кинематографа Элизабет Тейлор. Авторы Владимирского проекта также выбрали ленту с этой актрисой в главной роли. Украшение «Строптивой» и режиссера Франко Дзефирелли. Петручев, поднатужившись, полностью открывает люк. Катарина Тороплива взбирается на чердак. Поднимает за собой лестницу. Сотрудники вуза надеются, что этот киносеанс у Владимира не последний. Свой опыт тифлокомментирования они хотят распространить и на другие сферы. Например, адаптировать экскурсии для незрячих туристов. Востребовано тифлокомментирование из сферы образования, особенно для обучения людей с ограниченными возможностями зрения. У нас обучается вот шесть незрячих студентов. И хочу вам сказать, что они не владимирские. Они приехали к нам из других областей. Преподаватели должны, и учителя тоже должны овладеть специальными методами работы с такими студентами. Просто для того, чтобы они имели возможность обучаться так же, как и все. Для следующего кинопоказа организаторы проекта хотят расширить аудиторию. Пригласить не только своих студентов, но и других владимирцев и гостей города с нарушениями зрения. Татьяна Гордеева, Виталий Сергеев, Гуперния 33.